Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях сразу два главных специалиста-эксперта Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области. Прошу любить и жаловать. Это Татьяна Владимировна Андреева, а также Эльвира Анвяровна Янкина. Здравствуйте! Здравствуйте! Во-первых, приятно видеть, что у нас такая служба. Оказывается, и у такой службы есть своя собственная форма. Мы сразу здесь в телекомпании всё это отметили. Но, наверное, ключевое – это благополучие человека. Хотя это немножечко размыто звучит. Сейчас мы всё будем обсуждать. И, конечно же, защита прав потребителей. А говорить мы сегодня будем о том, что сейчас, наверное, самое такое горячее, если можно так сказать, это лето, которое практически наступило. Несмотря на то, что мы в мае находимся, весны как таковой не было. То есть снег сошёл, и уже сразу начали говорить о чём? О клещах. А вместе с клещами, с первыми побегами, с первыми почками, естественно, пошла речь уже о фруктах и каких-то ягодах, о том, что нам земля приносит. Ну и, конечно же, откуда-то издалека, там, где это раньше происходит, начинают везти к нам. И мы начинаем потреблять много-много всяких вот таких продуктов. Вот об этом мы будем говорить сегодня, о том, как, прежде всего, обезопасить себя, и, наверное, обезопасить своих родных и близких. Ну и начнём, наверное, с клещей, потому что эта тема, наверное, касалась всех, особенно в майские праздники, потому что тема шашлыков, она традиционна. И я помню, что я тоже принимал участие в одном из мероприятий, и как человек, которого клещи любили в своё время, я с ними сталкивался, я уже был подготовленный. Было ощущение, что хочется так замотать с себя всего, только рот оставить, да, и шашлыка. Но если говорить серьёзно, есть ощущение, что с клещами у нас есть определённые трудности, что как-то их много говорят в этом году. Это так? Их каждый год достаточно, клещей. Как только сходит снег, появляются проталины, и уже есть вероятность, что на вас может напасть клещ. Для этого необходимо себя обезопасить. К сожалению, специфическая профилактика у нас существует только от клещевого вирусного энцефалита, но, слава богу, что на нашей территории он не встречается. Ежегодно Роспотребнадзор, федеральная служба на своём сайте размещает перечень территорий, которые эндемичны по клещевому энцефалиту. Московская область – это Талдомский и Дмитровский район, хотя уже на протяжении 50 лет там не регистрируется случай данного заболевания. Но вдруг. Но вдруг, да. Поэтому пока эти районы не выводятся из этого перечня. То есть первая приятная новость, что неприятные клещи-то есть, но нету вот этих страшных, от которых всякие нехорошие истории. Или всё-таки есть? Нет, клещи являются переносчиками нескольких заболеваний. На нашей территории Московской области или Берецкого района достаточно часто регистрируется клещевой боррелиоз или болезнь лайма. Да. Что это такое? Поэтому, что это такое, клиническая картина данного заболевания чаще всего – это эритемная форма, то есть в месте присасывания клещей, а, возможно, и в другом месте, появляется красное пятнышко, которое со временем увеличивается в виде кольца появляется. При этом возможно повышение температуры, ломота в суставах, в мышцах. По-разному. Слабость бывает, хроническая усталость у людей выявляется. Но чаще всего людей заставляет обратиться к врачу именно непроходящее длительное время эритема. Её можно вылечить только в медицинское учреждение. А клещ при этом там находится или он уже сделал дело и убежал? Да, клещ сделал дело и убежал. Причём проходит определённое количество времени между присасыванием клещей и появлением этой эритемы. Порой люди не связывают даже эту эритему с присасыванием клещей. Находятся на дачных участках, выезжают в лес на шашлыки, как вы правильно сказали, и не замечают присасывания клещей, потому что клещи, они безболезненно присасываются. У них в слюне содержатся анестетики, скажем так. Поэтому, проползая по телу, клещ ищет место, которое ему удобно, чтобы присосаться. Он никогда не присосётся на открытых участках тела. И чаще всего, не чаще всего, а природой так устроено, что клещ всегда ползёт вверх. Он не может спускаться вниз. И когда мы находим на голове присосавшегося клеща или на плечевом поясе, люди, многие думают, что они падают с деревьев. Клещи с деревьев не падают. Это они снизу проделали такой путь. Тяжёлый путь. Тяжёлый путь, да. То есть голова у нас была для него вкуснее, чем всё остальное. Да, да. И должно пройти время, прежде чем проявятся клинические признаки. Не бывает такого, что мы обнаружили клеща, на следующий день появилась эритема. Нет такого. Ну, я хочу сразу же рассказать, что у нас две гости, но так поделились у нас как бы направления, потому что вот тогда мы во второй части больше будем говорить на тему фруктов и овощей, да, так что как замена будет, да, у нас, как говорят, в большом спорте. Мы роли поделили. Да. Ну, и Лера Анардовна тоже обязательно выскажет своё мнение. Ну, кстати, вот вы... Продолжу про профилактику. Значит, специфическая профилактика у нас существует только против клещевого энцефалита. Вакцины клещевак и энцевир, которые у нас в России есть и которые можно использовать, они... Наверное, надо было раньше уже сделать? Надо сделать заранее, месяцев за полтора, за два, до выезда в эндемичной территории. Сейчас, конечно, если вам нужно через два дня уезжать, это проблематично. Иммунитета не будет. А делают у нас вообще люди? Да, у нас обращаются люди в Люберецкой областной больнице, в Центральном поликлиническом отделении делают взрослым, а на 115-м квартале в первом поликлиническом отделении делают детям. Также прививку можно сделать и в Держинской больнице, и в Латкаринской больнице, и в Котельниковской поликлинике. Если вы там проживаете, можете обратиться, вам сделают эту прививку против клещевого энцефалита. Самого такого неприятного? Да, самого неприятного, с самыми тяжёлыми последствиями. На моей практике за все 15 лет, что я работаю врачом-эпидемиологом, был один всего лишь случай клещевого энцефалита. Я сама разговаривала с пациенткой. При средней степени тяжести она пролежала в больнице полтора месяца. Это очень сильные головные боли, это одно из симптоматических. А заразилась она, отдыхая в Ярославской области. А, оттуда привезла клеща? Не клеща. Клещ к ней там присосался в Ярославской области. А где-то спустя 2-3 недели у неё начались сильнейшие головные боли, с чем она обратилась к врачу, сказав, что она была в Ярославской области. Врач оказался очень грамотный, посмотрел, что это эндемичная территория. Обследовали и выявили, да, у неё... То есть в Ярославской области лучше не ездить, в общем, что это... Ну, можно ездить, но надо... Аккуратно. Да, надо сначала сделать прививочку. Мы сейчас об этом поговорим. Я понимаю, что это вопрос, конечно, не по вашей, так сказать, части, но тем не менее, а почему природа так устроена? Клещ, он же не только к человеку присосывается. То есть мы для него, как любое живое существо. Мы промежуточное звено, да. Существовать природные очаги будут и без нашего участия. То есть этот вирус так и будет циркулировать. Просто ему, наверное, проще, у нас меньше защиты, наверное. Да нет, не проще. Так получается, кому присосался, там и реализовался. Просто у других животных не будет такого клинического проявления. Вот хорошо. Я помню, клещи рассказывали, что нужно там подсолнечное масло какие-то ставить. Значит, тут какую-то, ну, как не знаю, баночку микро, чтобы он там... Заставить его выходить скорее оттуда. Вытаскивают некоторые, рвут, половина там остаётся. Вот как тут поступить, если клещ обнаружен? Значит, если клещ присосался... Но мы про неспецифический мер профилактики пропустили немножко. Давайте вернёмся к этому. Значит, про специфическую мы проговорили. Прививка, к сожалению, только от клещевого энцефалита защищает и не защищает от присасывания клещей. Потому что люди, почитав информацию в интернете, начинают звонить, где сделать прививку от клещей. Прививки от клещей не существуют. Да, но существуют шикалки. Шикалки существуют. Значит, не специфическая профилактика. Это правильно одеваться. Брюки нужно заправлять, носки или гольфы, рубашку или футболку заправлять в брюки, чтобы не было... уменьшить возможность клещу заползти под одежду. Вот это наша самая главная задача. Можно применить и средства. Репеллентные – это отпугивающие, а корицидные – это убивающие клеща. Но ни в коем случае их нельзя наносить на кожу, потому что они достаточно токсичны, поэтому это нужно одежду опрыскивать. И желательно, когда выходишь в лес, надевать одежду светлых тонов, чтобы видеть перемещающегося клеща вовремя. Возвращаясь домой из леса, нужно обязательно производить само- и взаимоосмотр, чтобы вовремя увидеть присосавшегося клеща. Вот мы и подошли к этому моменту. Обнаружили, клещ присосался. Дома или в лесу увидели, что вот такой паразит присосался к нашему... До медиков далеко. До медиков далеко. Стараемся удалить сами. Никаким маслом нельзя смазывать, никакие баночки, вакуумы не надо создавать. Пинцетом. Постараться выкрутить его. Причём нужно захватить пинцетом поближе к кожному покрову. Да, и вращающим движением попытаться его извлечь. То есть он как шурупчик-то. Да, да, да. Он вбуравливается, у него головка прям заходит в верхний кожный слой, и очень сложно извлечь. И причём, когда извлекать, не надо дёргать ни в коем случае, потому что брюшко оторвём, а голова так там и останется. И тогда придётся нам обращаться всё-таки за медицинской помощью. И вообще разрезать там всё. Ну, насчёт разрезать не знаю, но тогда уже врач-хирург или травматолог будет с этим работать, потому что в будние дни можно обратиться к хирургу в участковую поликлинику, а в выходные дни в травму. Вот, кстати, давайте мы, предположим, всё-таки произошло. Люди, знаете, некоторые в истерике. Да. Вот, какой там пинок, а где пинцет-то ещё взять? Ну да. Выкручивают. Да, хотя вот видите, теперь понятно, что надо на шашлыки пинцет с собой брать. Да, желательно, на всякий случай. Вот, но тем не менее, если они обращаются к медике, кто к кому, куда бежать-то? Бежать в участковую поликлинику к хирургу, я уже сказала, повторюсь, или в травмпункт. В травмпункте обязательно клеща удалят. Раньше больницы сами отправляли клещей на исследование, но, к сожалению, в новых санитарных правилах теперь прописано, что пациенты сами везут этого клеща на исследование в любую удобную для них лабораторию, чтобы определить, заражён клещ или нет. Они не все заражённые бывают. Но те, которые заражены, нужно своевременно узнать, чем он заражён, и, соответственно, экстренную профилактику провести антибиотиками. Если же сами удаляют клеща, то необходимо спирт... Кроме пинцета нужно брать спиртосодержащие средства с собой на природу. Ну, я думаю, что спиртосодержащие средства можно обнаружить. Например, 5-процентную настойку йода. Смазать место укуса йодом и мазью с антибиотиком. Но это тоже в лесу. Я видел ещё всякие вот эти средства, которые именно против укусов. Пост тоже, которые... Для экстренной профилактики, к сожалению, такими не знакомы. Хорошо. А ещё такой вопрос. Вот вы говорите, что клещ, он как бы снизу к нам в гости приходит. Это значит трава. Трава. То есть, если у людей есть, например, приусадебные участки, не важно клещу где, надо обработать, может быть, как-то траву. Потому что я видел средства, где написано для обработки территории. Да, совершенно верно. Где содержится, где есть растительность, их надо обрабатывать. Если вы останавливаетесь на привал или на шашлыки, песчаная почва и нет растительности, то вероятность, что там будет клещ, очень малая. Ну и последний вопрос. Вот видите, у нас первая часть, клещевая, скажем так, уже подходит к концу. Татьяна Владимировна отвечает на наши вопросы. Последний вопрос такой. Может быть, мне кажется, но есть какой-то способ сверху что-нибудь такое насыпать в городском округе Люберцы, вот, рассеять, чтобы клещей не было? Или нет такого способа? В Москве же чем-то опрыскивают? Это, да, опрыскивают обязательно парковые зоны. В Люберцах у нас парки обработаны. Противоакурицидной обработки проведены, да, против клещей. Это специальные службы занимаются. Люберецкая администрация заключает договор, и наши парки все обработаны. К этому сезону уже готовы. Так что в наши парки можно ходить. Можно ходить. Но всё равно лучше в носки. Да, обязательно брюки в носки и рубашка с длинным рукавом в брюки. Это дополнительная защита. Сколько нам терпеть этот клещевой период? Клещевой период у нас начинается, как только сходит снег, апрель, май, июнь – это самые такие месяцы повышенной активности клещей. В июле спад у нас происходит, а в августе и сентябре у нас такой небольшой пик опять повышения численности клещей. То есть клещ всё время с нами. Он всё время с нами, пока не выпадет снег. Снег его противник. Вот тот случай, когда вот и снег хорошо. Да, да. Спасибо большое. Вот первая часть, которая была посвящена теме профилактики клещевых укусов. Главный специалист – эксперт территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области. Татьяна Владимировна Андреева. А вот во второй части с нами уже будет Эльвира Анвяровна Янкина, которая расскажет нам о других проблемах, связанных, конечно же, с нашим с вами благополучием. Дождёмся. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас сегодня в гостях сразу два представителя очень важной федеральной службы. Мы в первой части бы говорили о профилактике клещей, клещевого укуса, о том, что если вы не сделали прививку, то уже поздно, но зато можно внимательно следить за всем тем, что происходит, потому что, насколько известно, в этом году как-то с клещом, ну, в кавычках, не хуже, чем обычно. То есть их много, да. А сейчас мы будем говорить на другую тему тоже с главным специалистом-экспертом Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области. Это Эльвира Анвяровна Янкина, которая расскажет нам о таком важном элементе, как начало сезонной торговли фруктами и овощами от российских фермеров. Но я позволю себе добавить и не только от российских, потому что рынки, они же разные бывают, да? Конечно. Вот, мы будем говорить о стихийных, наверное, более-менее, ну, грубо говоря, давайте начнем с самого простого. У нас есть овощи, которые, и фрукты, которые поступают практически круглый год в большие магазины, да, которые вот как бы люди, они, может быть, не очень вкусные бывают, да? Да. Ну, то есть, ну, похоже на помидор. Ну, все-таки безопасные. Да, они безопасные, они проходят какую-то обработку. В больших магазинах фрукты и овощи, они безопасны. Там очень строго за этим следят, соответствие именно фруктов и овощей техническим регламентом. Основной технический документ, который регламентирует качество и безопасность пищевой продукции, именно овощей и фруктов, это технический регламент 021, он от 2011 года. Вот, как бы на него мы и опираемся, когда судим о качестве. Вот, существует еще вторая, скажем так, линия, да, это рынки, которые, ну, скажем, более-менее тоже похожи на... Да, рынки тоже, да. ...приличные рынки, да? Да, там тоже у них есть документы. Да, если это официальные рынки, да, если они как бы существуют давно и у них есть все необходимое для того, чтобы осуществлять продажу, тогда да. Да, а вот какие-то, знаете, такие стихийные рынки на камушках, вдоль автомобильных дорог, где-то во дворах очень часто, да, мы видим сейчас, вот так вот просто палаточку открыли, все разложили и продают. Вот, конечно, да, а вот чок сейчас стоит как прилично. Прилично. Вот такой простой, давайте, пример на клубнике, она уже как бы сейчас в полном разгаре. Вот если мы заходим в большой магазин, да, стоимость ее, ну, 500 в лучшем случае рублей за килограмм, да, ну, они там, правда, пишут, что там скидка и так далее. Если мы идем вот в более-менее цивилизованный рынок, то там может и 400, ну, и 500, и 400, можно за 300. Чуть дешевле, да. А вот когда мы идем уже на камушке, как называется, там, где сидят, в этом углу ли в этом углу, там и по 150 нужно найти. Вот разница в цене, конечно же, для человека, он видит клубника одна и та же вроде бы. Вот в чем тут небезопасно-то? Она какая-то разная или может быть из одного источника, но... Ну, вот опять же, это говорит о чем? О том, что неизвестно, откуда эта клубника, проводились ли исследования этой клубники, да, почему в магазинах так дорого. Они затрачиваются именно на исследования, на определенное качество, на условия хранения, на условия транспортирования, на все остальное. А здесь, ну, привезли, кинули, и даже если вы вправе потребовать, в принципе, на любом рынке документы, подтверждающие качество этой продукции, да, вы же как покупатель хотите знать, насколько она вам безопасна. Ну, вот в такой какой-то стихийной палаточке или автомобильных дорог я сомневаюсь, что вам предстают документы удостоверяющие. А на рынке, что хорошо? Вот я прихожу на рынок, более-менее благоустроенный, говорю, дайте мне лицензию. Как она, не лицензию, вернее, а документ, что мне попросить, если я хочу знать, откуда эта клубника? Ну, это декларация, сертификат, это документ, где все это прописано, да, какая клубника, откуда она, что там идет ссылка на протоколы лабораторных исследований. У них это все должно быть, то есть они получают... По сути, да, да, у них должно быть. Если они реализуют, если это необходимо, человеку хочется знать, насколько, ну, как бы, качественный товар он покупает, да, они должны ему представить. А проверки какие-то проходят, например, ну, понятно, что человек возле дороги вряд ли проверит, а именно вот такие более-менее рынки, да, которые мы называем цивилизованными, проходят, да? Ну, проходят проверки, конечно, у нас существуют и плановые, и неплановые проверки, да, согласованные с прокуратурой, вот, потому что мы как-то без согласования прокуратуры, сами понимаете, у нас нет таких полномочий, да. А проверки открыты или могут быть какой-то, как это, неизвестный пользователь придет, вот попросит, что-то уйдет? Таких проверок с нашей стороны быть не может. Мы всегда, мы всегда, да, да, мы всегда как-то представляемся, у нас есть документы, мы просто не приходим, вот, как-то. Ну, а те проверки, которые проходят, держишь, как какая-то, скажем, отчетность, насколько часто у нас на рынках торгуют непроверенные, нелицензированные? Ну, вы знаете, ежегодно Роспотребнадзором проводятся исследования, да, и то есть количество исследований, мы за первый квартал привели Роспотребнадзором по Московской области 658 проб исследовано, да, ну, это разные, разные овощи, фрукты, в том числе и местные, картофель, там, капуста, и какие-то апельсины, цитрусовые, яблоки, и все что угодно. Боюсь, что яблоки уже, наверное, не местные, хотя они есть. Ну, есть не местные, да, действительно, есть местные, есть, конечно, и не местные. И проходит этот контроль, и если там что-то не соответствует норме, то вы как, в плане запретить торговать конкретному человеку, или рынок, мол, он может закрыть пока решить? Ну, рынок, вы знаете, рынок не закроешь, дело в том, что на рынке, как правило, работают разные юридические лица, индивидуальные предприниматели, понимаете, что... То есть закроют те, у которых были неполадки? Да, конечно, если мы приходим на плановую... То есть их ладки должны быть пустыми, по идее? Да, если мы приходим на плановую проверку, мы заранее планируем отбор проб, отбираем необходимые пробы, и в результате, если подтверждается, что качество не соответствует, ну, соответственно, променяются санкции в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя. Давайте еще поговорим, мы как мысленно все вместе сейчас на рынке находимся, я, кстати, сегодня планировал на рынок сходить, теперь уже даже и не знаю, переживаю. Вот, а есть еще такие грибы, рыба, например, такая вяленая где-нибудь попадается, курица копченая, да и колбаса копченая иногда, знаете, ставят прям, значит, вроде как и холодильник стоит и так далее. Вот, как по мне, так это такие, вот как грибы покупать, небезопасная история. Его и в магазине страшновато иногда покупать. Вот, но люди же все равно покупают, да? Покупают, да. Это тоже входит в ваш... Люди должны понимать, что это всегда риск, если это неизвестно, где куплено, если это не в каком-то магазине, не на официальном рынке, то это всегда риск. Но грибы-то вот как, их же не соберешь столько, чтобы их привезти откуда-то на рынок, чтобы был документ, где рисовывали? Ну, допустим, смотрите, в каком-то магазине, допустим, сетевом или не сетевом, там на все грибы также имеются документы. А вот там, где нет документов, вот там уже вопрос, да. И так же к рыбе относятся. Нужно все это учитывать, что мы видим на рынке, порой рыба действительно копченая или там соленая, реализуется без соответствующей температуры хранения, да, без какой-либо документации и все. Ну, то есть это все неправильно, скажем так. Еще такой вопрос, тут можно о приятном таком-то уже продукте вспомнить, ну как, о приятно дорогом. Ну, например, как красная икра, потому что она у нас бывает теперь очень разных видов, много всяких названий, чуть ли не там, уже как сок раньше восстановленный, потом еще такая красяка. Ну, а я о чем говорю? О подделках, да, когда желаемое выдается за действительное. Вот, и это тоже, наверное, входит, ну, я не только про икру, да, про какие-то другие продукты. Потому что, например, те же овощи и фрукты, у них же тоже там сорт есть какой-то, да, вот, или там азербайджанские помидоры, что можно назвать азербайджанскими помидорами, а что можно назвать там волгоградскими помидорами. Вот тема подделок или продажа товара несоответствующих, то есть документ вроде на него есть, но не такое есть? Ну, вы знаете, как бы вот во всяком случае на моей памяти такого не было. То есть вот то, что у нас, знаете, как, у нас часто бывает, что люди обращаются. То есть купил где-то икру некачественную, производитель там, если указана вся информация необходимая, мы связываемся с юридическим лицом, запрашиваем всю информацию и выясняем, то есть это икра, как бы, не всегда же... Извините, это тот случай, когда будильник не выключается. Простите. А он не выключается даже, когда выключен телефон. Давайте сейчас ещё раз. То есть к вам может обратиться человек, например, если он купил икру, ему она то ли не понравилась, ну, может, там бы заплесневела, я не знаю. А на баночке есть название. Конечно. Ваши какие действия? Он как-то должен оплатить ваше исследование, он просто обращается к вам? Нет, смотрите, Роспотребнадзор непосредственно сам исследование не проводит, да? Исследование проводится по поручениям Роспотребнадзора определённой организации. Но дело в том, что человек, когда к нам обращается официально, указывает все данные, и, соответственно, мы начинаем как бы своё маленькое расследование и устанавливаем, где я купил эту икру. Ну, не всегда же там, где продаётся, то есть они же не сами её производят. Ну да. В первую очередь, да. Ну, вот есть, допустим, сеть там какая-то, да, им поступает икра. Ну, понятно, что если там много жалоб на эту икру... Это тоже вопрос. Это тоже вопрос, да. Ну, опять же, вопрос к производителю. Ну, конечно, и с того, кто реализует, это тоже не снимается. Каждый продавец должен отвечать за свой товар. Ну, вот тут вспоминается история, мы, правда, далеко ушли, тем не менее, Сидор же, он тоже имеет отношение. К фруктам, да? Помните, когда сколько людей погибло от того Сидора, который производился непонятно где, непонятно кем? Фальсифицированный. Фальсифицированный. Да, да. Вот я об этом говорю, это же тоже, наверное, имеет отношение к фальсификации. Тем более всё, что касается спиртосодержащих, да, если это серьёзно говорит, там могут быть разные варианты. Абсолютно. Бутылку сейчас сделать легко, наклейку сделать можно такую, что фирменная будет, и даже её так закупорить, что будет всё отлично. Да. Тоже входит в вашу, ну, в ваши полномочия? Ну, конечно, любая продукция пищевая, в принципе, входит в наши полномочия. Конечно. А вот как мы тогда действуем? Вот мы покупаем какие-то фрукты, более-менее, ну, где можно найти, то есть не на углу какого-нибудь дома. Стало плохо, больница, не знаю, там, скорая помощь и так далее. Как человеку дальше поступать? Вот он решил, он понимает, что это, скорее всего, с этим связано. Первый вариант, он идёт туда, выясняет что-то сам, там, кричит, ругается. Ему в лучшем случае... Ну, не стоит, в принципе. ...возвращают деньги, а в худшем говорят, ты кто, иди отсюда. Да. Как, куда ему идти? Если отравился, в первую очередь, нужно вызвать скорую помощь. Это мы решили, да? Да, и как-то, как минимум, ну, надо понимать, что действительно человек отравился. Ну, как бы, у него какое-то, там, кишечное заболевание. А, то есть он ещё и справочку получил, что случилось. Ну, конечно. И потом к вам обратиться. Абсолютно верно. Если будет со справочкой, и, как бы, зная, где он это всё купил, конечно, мы также будем рассматривать его обращение, принимать меры. То же самое и с бахчой нашей знаменитой. Да. Недалёк тот час, когда арбузики, дыньки и кукуруза... В прошлом, да, да. И, кстати, арбузики... А там, говорят же, когда-то в Москве, там чуть ли не кто-то не умер, была какая-то история, так и непонятно, доказано, не доказано, что якобы бабушка поела арбуз и кончалась. Да. Такое может быть? Ну, вы знаете, конечно, всё, что угодно может быть. Особенно часто, как бы, продают, вот в несанкционированных местах, часто продают разрезанные арбузы. То есть разрезанные лучше? Нельзя. Нельзя. Это нарушение. Да, это нарушение. А в магазине нельзя? Нельзя. Нет, они не имеют права разрезанный продавать арбуз. Ну что, да? Да. А людям кажется, ну вот он, зато и всё видно, что... Нет, они вот именно, знаете, как в больших магазинах, они, как правило, разрезают для демонстрации. А! Они демонстрируют, насколько он красный или вкусный. И вроде не подойдёт. Ну, то есть если человек в красном костюме специальном придёт с этим на кассу, то ему не пробьют, скажут, это образец. Ну, вы знаете, не всегда так. Не всегда. Напомню, что об овощах, фруктах, бахче и грибах мы говорили с Эльвирой Анвяровной Янкиной, а Татьяна Владимировна Андреева рассказала нам сегодня о клещах, о том, как от них, ну, не то что избавиться, а чтобы их у нас вообще не было. Предостеречься. Предостеревала, да. Большое вам спасибо, вам удачи, всем вашим коллегам. Ну, а это была программа «Открытый диалог». Прислушайтесь, пожалуйста. Понятно, что человеку свойственно делать ошибки, но иногда прежде чем что-то купить, всё-таки нужно подумать. Говорю я вам и даже себе. Это была программа «Открытый диалог». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин